Добрый вечер! Сегодня в дни празднования 200-летия Пушкинского лицея мы по традиции 18 октября в этом легендарном зале проводим, по-моему, 19-ю по счёту церемонию вручения Царскосельской художественной премии. Премии, которую одна группа интеллигентных людей каждый год вручает другой группе интеллигентных людей. Немного истории. Царскосельская художественная премия была основана в 1993 году Всероссийским музеем Александра Сергеевича Пушкина, меценатом Борисом Блотнером, композитором Сергеем Курёхиным, кинорежиссёром Александром Сокуровым, писателем Виктором Кривулиным, поэтом и композитором Александром Дольским, писателем Николаем Якимчуком. Символы премии бронзовые скульптуры Екатерины Второй, Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама выполнены скульпторами Сергеем Алиповым и Павлом Шевченко. Лауреатами премии разных лет были Мстислав Ростропович и Алексей Герман, Дмитрий Лихачёв и Юрий Шевчук, Эрнст Неизвестный и Алиса Френдлих, Дмитрий Шагин, Александр Кращук, Сергей Юрский, Максим Шостакович, Вячеслав Лейкин, Андрей Толубеев, Валентин Гафт, Белла Ахмадулина, Эдуард Кочергин, Эльдар Рязанов, Александр Володин, Атар и Осилиани, Александр Городницкий, Юрий Тимирканов и многие-многие другие. В жюри этого года входят Антон Адосинский, Борис Блотнер, Александр Городницкий, Алексей Долженко, Александр Дольский, Александр Жуков, Петр Кожевников, Евгений Колчин, Леонид Мозговой, Сергей Некрасов, Ирина Тайманова, Дмитрий Шагин, Николай Якимчук. В очередной раз мы хотим отметить особую роль в организации царскосельской премии царскосельских меценатов Бориса и Нину Блотнеров. Добрый вечер. Сегодня вместе с символами премии все наши лауреаты получат в дар от художника-лидера группы «Медьки» Дмитрия Шагина именную картину с дарственной надписью. Особая благодарность тем, кто в наше сложное время сказал посильное содействие царскосельской премии. Это царскосельская компания «Медоварус» и ее глава Алексей Долженко. Ну, в этом месте каждый год неизменно мы предоставляли слово директору Всероссийского музея Александру Сергеевичу Пушкину Сергею Михайловичу Некрасову. Но можете себе представить, что за график у него в эти дни, в дни празднования 200-летия царскосельского лицея. Где-то на переезде между Смольным и Кремлем сейчас застрял его автомобиль. Он, конечно, появится здесь чуть позже и поприветствует всех собравшихся. А мы немедленно приступаем к нашей церемонии. Наш первый лауреат родился в Твери. Он настолько любим и почитаем жителями этого города, что несколько лет назад они единодушно приняли решение воздвигнуть в городе Твери памятник нашему лауреату. Когда это произойдет, он попадет в прекрасную кампанию, потому что в Твери уже стоят памятники знаменитым горожанам Афанасью Никитину, Сергею Лемешеву, Ивану Андреевичу Крылову, Всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину и даже одному вице-губернатору этого города, что, может быть, показалось бы странным, если не знать, что звали этого вице-губернатора Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Не знаю, как относится наш лауреат к идее своих земляков, но знаю, что любят его и уважают не только в Твери, но и во всем русскоязычном мире. Доказательством чему опрос центра Левада, который несколько лет назад опросил россиян с целью составить первую сотню российской элиты. Так вот в эту первую сотню вошли всего два поэта. Наш лауреат под номером 64 и Сергей Михалков под номером 97. Делайте выводы, друзья. Говорят, что его фантастическая физическая и творческая форма зависит от того, что он многие годы работал в журнале «Юность» и руководил этим изданием. Надеюсь, вы уже начинаете догадываться, о ком идет речь. А вручить статуэтку лауреата Царско-Сельской художественной премии мы просим одного из учредителей, ее мецената Бориса Блотнера. За яркую лиричность и открытую гражданственность в книгах последних лет. Лауреат Царско-Сельской художественной премии 2011 года поэт Андрей Дементьев. Спасибо большое. Вы знаете, это большая честь получить премию, эту премию, которая связана с именем Александра Сергеевича Пушкина. И много лицеев в мире, но Царско-Сельский лицей, которым учился великий поэт, он один, единственный. Он озарен, стены его святые озарены его юностью, его улыбкой, его влюбленными восторженными строками о царском селе. Мне очень приятно, что, особенно приятно, что вот эта церемония, это присуждение происходит в дни, когда отмечается 200-летие Царско-Сельского лицея. Я благодарю жюри, я благодарю всех учредителей, я благодарю Петербург, я благодарю лицей, я благодарю музей Александра Сергеевича Пушкина за это высокое доверие, за оказанную мне честь. Спасибо большое. Стихи написаны не сейчас. За что любил он нашу осень? С утра туман и нудный дождь, И веет холодом от сосен, И теплых дней уже не ждешь. И первый снег стоит на страже, Не слышно птиц или бедни, За что любить сей пейзажей, Когда так горестны они? Но, правда, есть другая осень, Купаясь в дымке золотой, Она как будто тихо просит Полюбоваться красотой, Где солнце нежится в дубравах, Снопы построены в ряды, И не погас в печальных травах, Прощальный отцвет резиды. Наверное, болдинская осень была поэту, Дорога тем, что не меркла в тучах просень, Светясь, как первая строка. И за их марь, и холод, дождь, и ветер Уже не виделись ему, Когда вставал он на рассвете, Присесть к престолу своему. И еще я хочу прочитать одно стихотворение, Написанное вот совсем недавно. Оно было ответом на то, Что какая-то появилась такая у нас В печати даже и так Пошла такая мода, что ли, Какая-то тенденция Говорить о том, что мы молодая страна, Нам всего 20 лет. Нам, конечно, не 20 лет, Может, нашей власти 20 лет, Но даже то, что мы празднуем 200-летие лицея, Говорит о том, что нам не 20 лет. 20 лет исполнилось Россией. До чего же отчизна молода? Но откуда мудрость с ней и сила, Если так малы ее года? Я наивно думал, что Россия Это очень древняя страна. Были у нее свои мессии, И была великая война. Жили на ее земле Когда-то Пушкин, Достоевский и Толстой, Но забыли умники про даты, Те года оставив за чертой. Не вместилось прошлое в айподы, Не вписалась память в интернет. К русской славе И к ее невзгодам У манкуртов интереса нет. Потому историю России И хотят начать они с нуля, Будто бы об этом попросила Их многострадальная земля. Молодые воины Полтавы И сыны сравнин Бородина От обиды из могил бы встали, Если бы забыла их страна. Сколько бы веков не миновало, Мы не только будущим живем, Нам всегда былого будет мало, Потому что наша слава в нем. Вы знаете, я сейчас посмотрел на Андрея Дмитриевича И подумал, Что если бы Александр Сергеевич Пушкин Сдавал экзамен в этом зале Не в 1817 году Державину, А сегодня Дементьеву. Повернулось бы у него потом перо написать Старик Дементьев нас заметил. Вряд ли. Между прочим, Старику Державину Тогда было 74 года всего. Пацан, правда, Андрея Дмитриевич? Ну, а сейчас неожиданный подарок. Я приглашаю к микрофону директора Царскосильской английской школы Марину Ушмулевич, Которая дальше сама все скажет. Мне пушкинский любезен интернат, Любезны лица, милые ребят, Которые с любовью говорят о Пушкине. Когда-то эту фразу, эти строки Написала Татьяна Гнедич. Спустя много-много лет Сегодняшние царскосильские ребятишки Ученики нашей школы С такой же любовью изучают Пушкина, Знают Пушкина. И сегодня В честь такого знаменательного события От имени всех наших детишек Уже учеников английской школы Царскосильских ребятишек Мне бы хотелось поздравить Со всем этим событием И вручить цветы Царскосильским учредителям Этой премии Нине и Борису Блотнину. Спасибо. Ну а мы продолжаем Честовать лауреатов 2011 года. Если вам случайно попадется в руки Паспорт нашего следующего лауреата, Вы с удивлением обнаружите на фото Длинноволосого мужчину Одетого не по форме. Эта фотография сделана еще до того, Как начал он свою дипломатическую карьеру И купил свой первый костюм И галстук. А до этого он, не имея никакого Актерского образования, сыграл почти в 100 фильмах И стал народным артистом. А еще у него диплом юриста. Он знаменитый фотограф, книгоиздатель, философ. Это помимо того, что он актер и дипломат. Не о таких ли разносторонних в обусниках Мечтал 200 лет назад Царскосильский лицей, друзья? Поэтому нет ничего удивительного, Что сегодня этот человек Среди лауреатов. Ну, а вручает премию нашему лауреату Российский режиссер, киноактер, Телеведущий, художник, иконописец, Тренер по боевым искусствам, Блодибилдингу, йоге, зимнему плаванию, Писатель и сценарист, член жюри Петр Кожевников. Царскосильская художественная премия Решением Совета учредителей И жюри Царскосильской художественной премии 2011 года присуждена Йозесу Будрайтису. За тонкий, интеллигентный психологизм В театральных и киноработах. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я вообще никогда не думал, что мы встретимся вот так вот вживую, потому что мы были подростками, мы смотрели, никто не хотел умирать, подражали всем этим героям, играли во дворе эти все сцены, как там нас расстреливали, мы куда-то бегали, и вся жизнь была связана с ним. И потом, у нас у многих не было отцов, мы после военного поколения, и все мечтали таких отцов, как он, Адамайте, избраньтесь, такие, знаете, мужики, которые ворвались в нашу жизнь. Спасибо вам за все, что вы видите. Я мучился эту ночь в поезде, в котором невозможно заснуть, потому что именно в самое сладкое время сна пробуждают чиновники, которые сначала латышские, потом российские, требуя паспорт. И, конечно, недостаточно того, чтобы паспорт показал, еще не вываливают из постели, чтобы посмотреть, что под тобою, не везешь ли еще кого-нибудь. Поэтому этому сладкому сну, конечно, он остается только в мечтах. И поэтому я в этот промежуток так размышлял, что бы я мог бы сказать по такому случаю. И случай действительно для меня лично он очень важен и очень-очень дорогой. Я 15 лет отработал в посольстве Литвы, в России, чуть не сказал России, потому что меня говорят, все равно ты наш, поэтому могу я ошибиться. Значит, и я как-то 15 лет прожил в Москве, казалось, что как один день проскочило это время, и теперь вернулся в свой дорогой Вильнюс и все оглядываясь назад, что удалось свершить. Я просто, наверное, держу тоже в руках вот это, как только вы сказали, что даму к сердцу глубже прижимаю. И хочу порадоваться, что в такой чудесный день, красивый и золотой, обходил я, посмотрел, что вокруг творится. И в этот прекрасный день, когда такой замечательный юбилей, здесь вам предстоит праздновать, и нам тоже вместе, порадоваться, что именно по этому случаю мне пришлось получить эту царско-сельскую премию, награду. Спасибо большое всем, кто тому способствовал. Спасибо за то, что... Как-то странно, мне даже двою, ну, наверное, вымышляют. Никто меня не помнит уже. Я уже старый... Как-то вдруг, вдруг кто-то придумал, вспомнил, вот, и позвали в Петербург. Я, я действительно уже старый человек, и в Вильнюсе прохожу по улицам, меня никто не узнает. Какой-то старик идет тут. В Москве честь отдают полицейские. И за эту память я очень благодарен русским людям. Я обожаю русскую литературу, очень люблю русских поэтов, и в том числе вас тоже очень преклоняюсь. И, действительно, со мной останется все это навечно, потому что большей лучшей литературы, которую имеет Россия, наверное, в мире нет. И я должен сказать, что моя дочурка училась в Риме итальянскому языку, и когда моя жена приехала ее навестить, она увидела сидячий ее на ступеньках собора и читающий на русском языке Пушкина старому русскому. Где она его раскопала, неизвестно, но дело в том, что она по-русски читала. Это поколение еще знает русский язык, но, к сожалению, уже мои внуки русского языка не знают. И это для меня очень печально, потому что я сам очень люблю русский язык. И спасибо вам, что вы помните нас, литовцев. Мы, действительно, небольшая страна, маленькая, но мы хотим дружить, мы хотим общаться, мы хотим быть дружны друг к другу. Спасибо вам большое. Аплодисменты.